В живописном месте, там, где речка Джулин впадает в Днестр, расположено старинное село Устечка, названное так, потому что находится в устье реки. Своим же парадным фасадом село обращено к Днестру. Многим Устечка известна, потому что отсюда начинается большинство маршрутов сплава по Днестру. В селе даже планировалось создать региональный центр водного туризма. Устечка – небольшое село, в котором проживает менее тысячи жителей, но оно имеет давнее историческое прошлое и богато архитектурными и природными памятниками. Первое письменное упоминание про Устечка датируется 1414 годом как село Устье. В 1661 году это уже городок, получивший магдабургское право. В конце 17 века под Устечком произошла битва между польско-литовскими силами и татарами. Устечка Магнаты Язловецкие, позднее – князья Панинские и Любомирские. На средства князей Панинских в 1876 году на Высоком Холме был возведен костел воздвижения Честного Креста. Сейчас это руина со следами пуль Второй мировой войны. Но и в таком виде костел впечатляет своим величием и чудом с сохранившимися фрагментами фресок. Магнаты Язловецкие Выше на горе в 1992 году установлена Черцовинка Богородицы и каменная крестово-купольная греко-каталлическая церковь Святой Параскевы, построенная в 1881-86 годах на месте более старой деревянной церкви и колокольня этого же времени. В интерьере внимание привлекает икона Святой Параскевы, вышитая бисером и роспись на сходе, посвященная Семи Дням Творения. Еще одна часовинка с фигурами Богоматери и Христа, созданная в 1902 году. После наводнения 2008 года в селе построена новая школа. Органично вписывается в долину Днестра шоссейный мост. Он признан самым живописным мостом Украины. С этим утверждением можно согласиться или нет. А вот виды, которые открываются с моста, действительно прекрасны. И настолько, что многие водители оставляют авто у моста, чтобы пройтись и с его высоты полюбоваться потрясающими пейзажами. Для тех, кого не привлекает сплав по реке и любит отдыхать в комфортных условиях, в селе есть гостевой дом. Пока единственный, но хорошо обустроен и комфортный. А из устечка можно совершать много разных пешеходных маршрутов. Один из вариантов – это прогулка вдоль Днестра. При желании можно искупаться, но для этого случая желательно иметь с собой коралловые тапочки. А еще проще – прямо в кроссовках. Непривычно, но безопасно в условиях, когда дно покрыто острыми камнями. До постройки нового в устечка существовал старый мост, построенный Чехами еще в 1924 году. Сейчас от него сохранились только опоры, а история полна драматизма. Он трижды умирал и возрождался. Сначала его взорвали при отступлении польские военные в 1939, когда эта территория отошла к Советскому Союзу. Второй раз он рухнул в результате наводнения в 1941. Третий раз его взорвали при отступлении нацисты в 1944. И вновь его восстановили. Во время ледохода в 1980-м многострадальный мост погиб навсегда. ДНЕСТРОВСКОГО ПАНЬОНО СОХРАНИЛИСЬ ЕЩЁ ГУСТОЕ ЛЕСА Отклонившись от русла реки, попадаешь в сказочное Бериндеево царство. Сухие участки светлого леса сменяются участками густоувитыми лианами. Создается впечатление, что ты попал в тропические, труднопроходимые джунгли. СОХРАНИЛИСЬ ЕЩЁ ГУСТОЕ ЛЕСА Но вот, преодолев крутой склон, пейзаж резко меняется. Это уже открытое пространство урочища Червона гора, где нещадно палит солнце, а Днестр остался далеко внизу, из-за стычка можно совершить еще много других пешеходных экскурсий. О них я рассказывала ранее в других видео. Это прогулка вдоль Джоринского каньона к Джоринскому или Червоногородскому водопаду с руинами замка исчезнувшего Червона города, к урочищу пустельня с пещерой отшельника и самому романтичному водопаду Девичьей слезы. А еще подняться в живописное село Нагоряны с древним храмом, потрясающими пейзажами и хорошей возможностью для зеленого туризма. А еще в этих местах случаются прямо-таки тропические ливни, а в теплые бархатные ночи месяц купается в тихих водах Днестра. Субтитры создавал DimaTorzok Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал.